Азы дыхательной техники, базовые асаны и многое другое. Так проходят бесплатные занятия йогой для мам, которые воспитывают особенных детей. Этот курс называется, так понимаю, «Принять себя». Поэтому пришла принять себя, узнать о себе, найти свое «я». Потому что очень много внимания уделяется ребенку. И как бы чуть-чуть потеряла себя. И вот поэтому хочу себя найти. Найти себя Наталье помогли в Барнаульской йога-студии. Там впервые провели благотворительный день для мамочек. Все-таки хочется делать добро. И понимая, что сейчас очень много людей и детей находятся в особенном положении. То есть разные болезни. И хотелось бы чем-то помочь. Хотелось бы помочь йогой, мамочкам. Успокаиваться, медитировать, наслаждаться жизнью. Своим телом тоже заниматься. И заниматься своей жизнью. И не только погружаться в детей. С восьми утра и до девяти вечера преподаватели студии работали с мамами особенных детей. И специально для них разработали различные практики и медитации. Понятие и принятие себя и детей. Здоровая спина. Любовь к себе. Занятие йогой в гамаках. Позволь себе летать. Моему сыну 13 лет. У него диагноз аутизм. Устало сейчас чувствую. Потому что эмоционально вымоталась на этой практике. Потому что прям все там проживали. А что проживали? Что делали? Расскажите поконтрей. Ну, что делали? Рычали, кричали, плакали, танцевали. За весь благотворительный день студию посетили порядка 10-12 мам. Кроме того, для особенных детей был организован сбор средств. Они сегодня с утра делают пожертвования. И по истечению дня мы переводим сумму именно на особенных детей города Барнаула. Я бы так уточнила. Именно для наших детей. Сегодня мы попробовали это. И хотелось бы еще повторить. Повторить. И, наверное, раз в месяц мы будем устраивать что-то такое благотворительное. За день для детей удалось собрать пока небольшую сумму. Порядка 10 тысяч рублей. Однако, уверен руководитель студии, это только начало. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.